На встрече присутствовали заинтересованные и активные жители поселка, представители многоквартирных домов. Они пытаются найти поддержку у властей, хотя большинство вопросов, связанных с работой управляющих компаний, вправе решать самостоятельно. Никто за вас никаких решений принимать не будет. Завтра сюда может прийти любая компания, как с города Котласа, как какие-то мне говорили объявления, откуда, с Иктывкара. Понимаете, это все работают в рамках закона, и вы вправе принять любое решение. Чтобы эффективно решать вопросы, связанные с обслуживанием дома, жильцы должны выбрать старшего по подъезду или старшего по дому, а потом коллективно принимать решения, договариваться с управляющей компанией о тарифах, условиях работы и отчетности. Кстати, тарифы – самая больная тема для вычеготцев. Особенно волнует систему начисления платы за общедомовые нужды. В постановлении 354, которое говорит о том, что в тариф по содержанию входит оплата общедомовых нужд, вроде как бы ничего такого, да? Но если, например, наш дом конкретно сегодня имеет меньше 80 рублей общедомовые за горячую воду, за холодную воду, за электроэнергию, да? И мне предлагают тариф на 5 рублей больше из-за общедомовых. Это, опять же, вопрос федерального законодательства. То есть, по идее, надо сегодня искать такой вариант, чтобы он позволял интересы жильцов отстаивать, да, чтобы он был, вот. Но в то же время и управляющей компанией. Потому что сейчас только с Нового года что произошло? Вот. Законодатель сказал, что если у дома есть управляющая компания, то все общедомовые нужды должна закрывать управляющая компания. Еще один вопрос касался борьбы с должниками, квартиры которых находятся в муниципальном найме. Некоторые жители поселка считают, что именно администрация города должна нести ответственность за неплательщиков. У вас, мне кажется, не совсем такое правильное мнение сложилось в том вопросе, что если квартира муниципальная, не приватизированная, то муниципалитет, как собственник, несет все, скажем так, всю ответственность за этих недобросовестных найма... Да, правильно. Мы так считаем. Правильно. Вы так считаете. Да, я уверена в этом на 100%. По своевременному внесению платежей по проведению текущего ремонта квартиры несет наниматель. Наниматель в соответствии с жилищным законодательством. Некоторые жители поселка озвучили недоверие к своим управляющему компаниям. Мол, те накручивают цены на отдельные услуги, а потом намекают о том, что могут помешать жильцам сотрудничать с другими подрядчиками. У нас канализация в 57-м доме. Плаваем в говне. Извините меня за это выражение. Мы решили делать. Они нам такую цену сделали. Посчитали. Мы пошли в другую организацию. Все договорились. Нам Гусевской сказал, мы еще посмотрим, как они вам сделают и примем ли мы у вас. Понимаете? Если этот факт реально будет появляться, вот это предмет для нас, для разбирательства уже. Та организация, которая обслуживает ваш дом, участвовала в приемке этих работ. Это обязательно. И если у них будут обоснованные претензии к работам, то тут уж извините. Андрей Бролин еще раз напомнил, что жители многоквартирных домов праве сами выбирать, какая компания и на каких условиях будет обслуживать их дом. В целом глава города отметил низкую активность вычеготцев в принятии решений и призвал жителей быть предприимчивее в вопросах, связанных с обслуживанием дома. Тем более сейчас, когда появилась возможность отремонтировать дворы за счет федеральных средств.